Вот вопрос. Как расслабиться? Казалось бы, вопрос простой, но для некоторых это очень сложно. Расслабленное состояние не только поможет вам нормально спать, но и повысит выносливость, если вы спортсмен. Многие спортсмены, особенно лучшие, активно занимаются расслаблением, и это улучшает их показатели. Это влияет на скорость, время реакции, и вообще, чем более вы расслаблены, тем лучше будет концентрация и собранность, и тем лучше вы сможете учиться. В общем, расслаблению очень часто не уделяют должного внимания. Большинство людей похоже на огромный сгусток стресса. Я покажу вам небольшое упражнение, которое вам поможет, и рекомендую делать его регулярно. Вопрос. Где организм хранит напряжение? В спине? В груди? В голове? Мы это рассмотрим. Наверное, вы сейчас сидите. Это хорошо. Сейчас я покажу вам это упражнение. Мы пройдёмся по всему организму и расслабим каждую его часть. А затем вы должны будете поддерживать эту расслабленность, чем бы вы ни занимались, будь то вождение или стрессовые ситуации, или, быть может, работа. Я не говорю, что вам нужно снизить продуктивность. Просто вам нужно расслабиться, пока вы работаете, или ведёте машину, и вы будете спать намного лучше. Итак, первое, что вам стоит сделать, пока вы сидите, это избавиться от всего напряжения во лбу. В каждой складке, в каждой морщинке расслабьте лоб. Просто расслабьте. Что насчёт кожи головы? Напряжена ли она у вас? Расслабьте и её тоже. Расслабьтесь. Расслабление — это, по сути, ничего не делание. Не нужно ни на чём фокусироваться. Пусть всё идёт, как идёт. Теперь поговорим о глазах. Вокруг глаз расположено много мышц. Расслабьте эти мышцы вокруг глаз. Пусть глаза расслабленно лежат в глазницах. Получилось? Отлично. Попробуйте расслабить их ещё больше, чтобы они как бы растаяли. Перейдём к дыханию. Дышите медленно, чтобы каждый вдох и выдох был равномерным. При выдохе расслабляйте грудную клетку. Теперь перейдём к челюстям. В мышцах челюсти, пожалуй, находится больше всего напряжения по сравнению с остальными местами. Расслабьте мышцы челюсти. Отпустите их настолько, чтобы она буквально отпала. Сможете так? Вы обнаружите, что ваши лопатки расслабляются, в то же время, как расслабляется челюсть. Множество людей сжимают зубы по ночам, и в челюсти появляется очень много напряжения. Нужно расслаблять челюсть даже тогда, когда вы идите, ведь там скапливается много напряжения. Теперь расслабьте губы, потом язык, а затем расслабьте шею. Начните спереди. Всё напряжение, которое там скопилось, просто отпустите его. Переходим к задней части шеи. У большинства людей там есть напряжение, так что отпустите его. Расслабьте заднюю часть шеи. Затем плечи. Трапециевидные мышцы. Это мышцы, расположенные сверху плеч. Начнём с правой стороны. Расслабьте эту мышцу. Представьте, будто она тает. Переходим к правой руке. Расслабьте бицепс, это мышца спереди. Теперь заднюю мышцу, трицепс. Отпустите его. Теперь предплечье. Расслабьте кисть правой руки. Перейдём к левому плечу и трапециевидные мышцы. Расслабьте их. Теперь верхнюю переднюю мышцу руки, бицепс. Выпустите из неё напряжение. Теперь расслабьте трицепс, заднюю мышцу. Пусть он растает. Затем расслабьте мышцы левого предплечья. Расслабьте левую кисть. Сейчас верхняя часть тела должна быть уже расслаблена. Но перейдём к передней части грудной клетки. Отпустите все мышцы внутри грудной клетки, делая медленные вдохи и выдохи. Перейдём к животу. Множество людей целыми днями его втягивают, потому что не хотят, чтобы он выпирал. Но в этом упражнении отпустите его. Дайте ему волю. Расслабьте все мышцы и на поверхности, и в глубине. Мышцы вокруг живота и в нижней его части. Теперь спина. Середина спины. Расслабьте мышцы, которые находятся вокруг лопаток. Дайте им волю. Расслабьте их. Хочется сгорбиться? Пожалуйста. Но не напрягайтесь в попытке расслабиться, ведь это напряжение. Просто старайтесь поддерживать медленное дыхание и расслабьте все свои мышцы. На выдохе попробуйте расслабить все мышцы ещё больше. Теперь переходим к пояснице. Там очень часто скапливается стресс. Попробуйте выпустить эти мышцы на волю. Там есть мышцы, идущие наверх, есть мышцы внутри, есть мышцы вокруг ягодиц, различного рода внутренние мышцы. Представьте, что все они тают. Расслабьте их. Выпустите всё напряжение из поясницы. Если она болит, боль может уйти вместе с напряжением. Если у вас там есть напряжение, просто позвольте ему выйти. Хорошо? Теперь давайте перейдём к правому бедру. Расслабьте переднюю сторону бедра. Отпустите его. Теперь с другой стороны, где подколенное сухожилие. Расслабьте эти места, чтобы там не было вообще никакого напряжения. Теперь расслабим голень, её переднюю часть, то, что находится под коленом. Расслабьте её. Потом расслабьте стопу и все пальцы на ней. Просто расслабьте все мышцы в этом месте. Теперь перейдём к левой части, начиная с верхней части бедра, и расслабим её. Она называется квадрицепс. Расслабьте его. Хорошо. Теперь расслабляем тыльную сторону, подколенное сухожилие. Пусть оно расслабится на 100%. Затем переходим к голени. Расслабьте её, если в ней есть напряжение. Расслабьте её. И переключитесь на переднюю часть бедра. И её тоже расслабьте. Хорошо. Теперь перейдите к стопе и пальцам. Позвольте им растаять и расслабиться. Теперь вы должны быть в комфортном и расслабленном состоянии. Возьмите себе в привычку делать так каждый день, пока не доведёте этот процесс до автоматизма и не сможете поддерживать этот уровень расслабления, особенно перед тем, как лечь спать. У вас улучшится сон, вы будете чувствовать себя лучше, и у вас будет меньше стресса. Ну что, вам полегчало? Очень важно оставаться в этом состоянии. Чем больше стресса вы испытываете, тем чаще вы должны расслаблять организм, чтобы противодействовать стрессу. Главное — поддерживать расслабление. Оставляйте комментарии и до новых встреч. Приглашаю вас на свой курс «Надпочечниковый тип телосложения». Это самый частый тип из-за такой вещи, как стресс. На курсе я покажу, как вывести стресс из организма, вернуть красивое тело и избавиться от телосложения надпочечникового типа. Стресс тесно связан с иммунитетом, поэтому в пакете ПРО вас ждёт подарок — уникальный новый курс «Как укрепить иммунитет». Я расскажу, как работает иммунитет, что его снижает, и дам список лучших средств для его укрепления. Жду вас на курсе!